Это позволит подключить предприятие к системе магистральных нефтепроводов, что вдвое увеличит экспорт бензина, дизельного топлива и мазута, отметил на торжественной церемонии Вениамин Кондратьев. Увеличение рентабельности производства – это увеличение налоговых поступлений. Очевидно, это прямая следственная связь. Значит, мы сможем решать очень многие социальные программы, социальные проекты, то, что называется жизнью. Очень важно, чтобы такие современные высокотехнологичные кластеры все больше и больше появлялись, открывались, создавались в нашем крае. И в первую очередь это, конечно, глубокая, экологически чистая переработка сырья. Вот такие современные высокотехнологичные предприятия – это гарантия успеха нашего края сегодня и в будущем. Благодаря подписанному соглашению с администрацией Краснодарского края мы смогли в течение одного года спроектировать ПСП и построить его, и сдать в эксплуатацию. Старт работе приема сдаточному пункту дал глава региона и президент компании. По словам Вениамина Кондратьева, модернизацию нефтеперерабатывающего завода включили в список приоритетных проектов края. Инвестсоглашение было подписано год назад на Сочинском форуме. В экономику Кубани инвестор вложил почти 2 миллиарда рублей. Именно таким предприятиям, которые в первую очередь заботятся не о своей выгоде и реализуют социальные программы, власти намерены отдавать преференции. С Богом! С Богом! Поехали! Опа! Вот так вроде как просто, а на самом деле столько много труда вложено в то, чтобы нажали эту кнопку. Поэтому, друзья, я хочу вам на самом деле, особенно вам, инвесторы, сказать то, что вы поверили. Поверили в эту землю, в этот край, что сегодня продолжаете верить и развивать свое производство. Поверьте, в этом мы вам полные и однозначные союзники. Сегодня мы делаем одно общее дело. Мы делаем страну сильнее. После Вениамину Кондратьеву провели экскурсию по нефтеперерабатывающему заводу и показали, как сегодня налажен рабочий процесс, а также рассказали о дальнейших планах. В расширение производства и экономику региона до 2020 года компания планирует вложить около 150 миллиардов рублей.